Добрый вечер! С началом Великого Поста на Щелковском телевидении «Диалог о православии» мы работаем в прямом эфире. Я снова приглашаю всех вас вместе со мной задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николы Берековского монастыря Негумину Евмении. Добрый вечер! Добрый вечер! С Великим Постом вас всех поздравляю. Я думаю, все постятся, наверное. Ну, по силам, конечно. Но, тем не менее, вот всех призываю эти святые 40 дней, Четыридесятницу провести с пользой для души. Она как раз для этого и создана Церковью, Господом, чтобы мы, ну, хоть чуть-чуть от своего тела отлепились, за которым все время года, так сказать, ухаживаем и стараемся его холить и лелеять. И чуть-чуть душе своей добавили, потому что душа – это тоже наша частичка, наша половинка. А вот про нее мы, к сожалению, забываем и больше телу, чем душе. А тело-то оно не вечное, вечная душа. Все-таки вот 40 дней, ну, это как раз десятая часть от года, 40 дней. Давайте десятину постараемся воздать Господу. Как он, собственно, в Ветхом Завете предписывал народу израильскому – «Десятину отдай от всего». Вот мы десятину от своей жизни года, мы десятину должны отдать. И это… Дождь кровь, прими дух. Да, да. И то, в чем мы потрудимся, то, собственно, и создаст нам какие-то плоды. Если мы не будем трудиться, то и плодов, естественно, не получим. Вот здесь будем трудиться для тела – плоды телесные получим, будем трудиться для души – плоды душевные получим. И от этого как раз все и зависит наше устроение. Потому что к концу жизни подведутся итоги, и, как мы понимаем, тело-то будет дряхлеть, стареть и рассыпаться, а вот душа может только укрепляться духовно, если мы, конечно, над ней будем трудиться. Или, наоборот, деградировать, и тогда к концу жизни будет очень плачевное состояние, когда и тело дряхлое, и душа дряхлая. Вот здесь надо самих себя пожалеть и потрудиться для души. Ну, и не только призывайте нас, да, но и для тех, кто вот наш фактически зритель, пожалуйста, благословите. Помощи Божьей в этом делании Бог вас благословит. И, конечно же, при этом делании нужно воспользоваться уже наработанным более тысячи лет опытом православной церкви. То есть не изобретать велосипед, не надо что-то там мудрить, что-то там, не знаю, из каких-то там практик восточных что-то брать. У нас гарантия тысячелетняя, да, в наше православное государство тысячу лет существует, и за эту тысячу лет выработала все необходимые механизмы, практики, делания, все, что нужно для души. Нам просто вот уже, можно сказать, по полочкам разложено и расписана вся технология, научным языком, технология улучшения своего духовного состояния. Просто надо пользоваться этим. Тем более, что ничего сложного нет, все просто, и никаких таких заумных витиеватостей в этом нет. Ну, для тех, кто говорит, ой, я не могу без еды, мне надо принимать одно, второе, я обязательно не могу, хотя бы можно отказаться от просмотра телевизора того же, да, например? Ну, если вот так разговаривать о посте более в широком смысле слова, то, как мы понимаем, еда – это касается тела. Как мы понимаем, какие-то увеселения – это касается души. Как мы понимаем, какие-то чревоугодия, пьянство или еще что-то – это касается тела. Как мы понимаем, добродетели, то есть милосердие, любовь и прочие добродетели христианские – это касается души. Вот надо из этого всего создать для себя основные приоритеты, что вы можете. Ну, допустим, если у кого-то больной, там, не знаю, желудок, там, кишечник, конечно, там пост облегчается, и, ну, просто даже мясо не кушаете, уже вы будете поститься, хоть и не строго, но, тем не менее, это уже пост телесный. Но вот что касается души, ну, а какие болезни бывают, которые не позволяют нам проявлять милосердие, и, там, ни пометозлобие, ни раздражительность, там, терпеливость, смирение – какие болезни нам мешают? Да никаких. Вот и этим мы тоже можем поститься, или перестать развлекаться, там, ну, в игры какие-то, там, компьютерные, или посещение, там, каких-то увеселительных заведений. Какие болезни нам мешают? Да никакие. Ну, наверное, игромания какая-нибудь, там, или еще что-либо, но от этого и надо отвращаться. Это разрушает нашу жизнь. Поэтому я вижу в этом все-таки одни плюсы, если человек соблюдает пост, он и телесно выздоравливает, потому что, ну, диета, как врачи сами предписывают, диета необходима для каждого человека, у каждого человека чего-то там превышает. У кого-то там холестерин, у кого-то там еще чего-то превышает, поэтому надо диету поддерживать. А если говорить о духовном, то мы все грешные. И то, к чему призывает сейчас церковь во время поста, это как раз избавление от грехов, избавление от дурных привычек, избавление от страстей. Все просто, ясно и понятно. В этом и заключается цель поста. А сам пост – это всего лишь инструмент, который дает возможность обрести вот желаемые цели. Ну и как святые отцы говорят, если хочешь приблизиться к Богу, да, нужно себя приобщить к жертве. То есть в чем-то себя ущемить. Ну, действительно, мы даже чтобы, не знаю, там съездить куда-нибудь, там, не знаю, отдохнуть на юга, мы все равно чем-то жертвуем. Мы больше трудимся, мы стараемся где-то заработать побольше, чтобы накопить, и потом это вложить в путевку там или в билет там куда-то на курорт. Вот мы жертвуем, мы вот там год целый копим, напрягаемся. Вот здесь то же самое. Мы должны тоже напрячься и чем-то пожертвовать для того, чтобы были такие же накопления, только не материальные, а духовные накопления. И повторюсь, если материальные накопления, они теряются, ну, по крайней мере, со смертью мы все потеряем телесное, да, то вот духовные накопления, они не теряются, они и потом присутствуют с душой человеческой. И здесь, в этом мире, все духовные накопления нам помогают легче проходить те или иные тяготы, искушения, немощи, болезни, скорби, какие-то трения на работе или в семье. Человек, как вы понимаете, терпеливый, смиренный человек, он с меньшими перегрузками психологическими, духовными, с меньшими перегрузками проходит одно и то же искушение, если человек нетерпеливый, раздражительный или там какой-то злопамятный. У этого человека начинаются истерики, там психозы и прочее. А у смиренного нет, он спокоен. Ну да, бывает, ничего страшного. И отражается это все еще и вокруг. А если уж говорить не конкретно о человеке, а о социуме, в котором он существует, то есть о семья, работа, близкие, знакомые, какие-то друзья, товарищи, то, конечно же, человек страстный, человек подверженный страстям, с привычками дурными и не борющийся с ними, он и себя разрушает и окружающим, доставляет множество проблем. А вот человек смиренный, терпеливый, добродетельной жизни, он и себя сохраняет, и окружающим подставляет свое плечо, поддержки и всегда готов на помощь и на поддержку духовную, или материальную, или телесную, это зависит уже от других различных качеств, моментов. Но, тем не менее, от этого человека веет спокойствием, радушностью и не унынием, а, наоборот, укреплением. Вот тогда я не понимаю, почему мы еще не начали поститься. Надо поститься. Если есть вопросы, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира, который указан на экранах ваших телевизоров. Ну, а мы продолжаем нашу передачу. И продолжим за слов спаситель того отрывка евангельского же по традиции, который будет читаться в ближайшее воскресенье. Мы с вами разберем этот отрывок, который будет читаться в церкви, на церковнославянском языке. У нас мы с вами сразу с русским переводом, да? Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 43 по 51. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за Мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанайла и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе, и пророки Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанайл сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанайла, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанайл говорит ему, «Почему ты знаешь Меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанайл отвечал ему, «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Итак, мы видим призвание двух апостолов Филиппа и Нафанайла. Повествование, отрывок начинается со слов «на другой день». Что было накануне? Накануне было призвание других апостолов. Это двух братьев Андрея и Петра. Которые первозванные, да? Андрей первозванный, да, в честь которого флаг нашей морской, военно-морского флота Андрея первозванного, который, собственно, почему мы к нему так вот с трепетом относимся? Потому что он проповедовал, апостол Андрей проповедовал на Руси еще до нашего крещения, то есть он прошел от Черного моря до Валаама и на Киевских горах, и на Валааме поставил кресты в знак того, что здесь будет православие, и даже проповедовал, что здесь будут великие города православные и христианские. Соответственно, мы поэтому ему и поклоняемся. Ну а тот крест на знамени ВМФ, крест такой вот, не как мы привыкли вертикальнее, а такой вот буквой «Х» это тот крест, на котором его распяли. То есть его распяли не на римском кресте, а на более таком вот упрощенном, и поэтому так и называется флаг Андрея первозванного. Тоже, в принципе, оружие, как крест наше оружие, да? Крестное знамение всегда было оружием против дьявола и всех его слуг. Конечно же, под этим крестом наш военно-морской флот уже сколько побед совершил в течение многих столетий. Ну и, конечно же, призвали, перед этим Господь призвал еще и других братьев, Якова и Анна, который, Иоанн был близким, его самым любимым учеником, и ему он открывал многие секреты, в том числе и кто его предаст. Господь Иоанну только открыл, что это Иуда будет. На Тайной Вечере Петр попросил Иоанна, Иоанн, так сказать, положил голову на плечо Господу и спросил, кто предая тебя, Господь сказал, тот, которым я сейчас дам, омочив соль и хлеб, и сделал это, дал Иуде. И из этого все апостолы поняли, что Иуда есть тот предатель, о котором Господь неоднократно говорил им, что плохо будет тому человеку, кто предает сына человеческого, лучше бы ему не родиться. Вот такие страшные слова говорил Господь в глаза Иуде, а тот спрашивал, а кто тебя предаст, так же, как и все. То есть он камуфлировался такой вот, как будто он и ничего не задумал, как будто он ничего не знает, то есть постоянно обманывал. Ну, может быть, он еще и не созрел, да? Может быть, он даже сам не понимал, к какому шагу он подойдет. Но планы у него были уже. Он же перед этим еще и договорился со первосвященниками за день до этого. Он тогда пришел к ним и сказал, а что вы мне дадите, если я вам предам Господа Иисуса Христа? Ну, он, наверное, сам не понимал. Потом же он испугался, что он натворил-то, да? Он думал, что, может быть, это наше предположение, что таким образом он денежек заработает, а Господь, будучи всесильным, он как-то выкрутится из этой ситуации. То есть, ну вот, никто его и не посмеет тронуть. Да, может быть, он и так думал, а может быть и нет. Мы этого теперь не знаем. Это только Господу известно, что было в сердце Иуды. Но в любом случае, по факту, он именно это все сделал. И потом просто от того, что он совершил, просто повесился. Да. Итак, Господь идет на свое общественное служение, да? То есть, и навирает учеников. Зачем он их с собой берет? Зачем он призывает учеников? Ну, действительно, да, вот сам Господь ходил бы, да и проповедовал, проповедовал бы, пока бы его не распяли. А что потом? А кто бы продолжил проповедь? Ведь апостол – это в переводе с греческого – это свидетель. И Господь так в Евангелии часто говорит, вы свидетели того, что в этой моей жизни земной происходит. И будете свидетельствовать об этом пред людьми. Для этого он набрал апостолов, и везде они ходили за ним, 12 человек, и участвовали во многих его делах и проповеди, и воскресении мертвых, и хождении по водам, и кормлении питью хлебами многих тысяч людей. Они видели практически все чудеса и события, и даже Иоанн Богослов говорит, что если бы мы хотели передать все чудеса и творения Господа, то, я думаю, всех книг всего мира не хватило бы, чтобы описать то, что сделал Господь за те годы, которые они были с Ним. Настолько было насыщено каждый день огромным количеством исцеленных чудотворений, что апостолы просто были в шоке. И для чего Господь это сделал? Для того, чтобы они, уверовав в Него, в дальнейшем продолжили Его делание в проповеди евангельской. Он их и направил. Идите, проповедуйте всему миру и крестите. Кого? Кто-то, кто вас послушает и крестится, спасен будет. Кто не послушается, погибнет. То есть это были те 12 человек, на основании которых была построена Всемирная Православная Церковь. То есть от 12 апостолов, удивительно, да? И наши сейчас в том числе. В том числе и мы, преемники апостольской церкви. То есть от этих 12 апостолов мы можем и сейчас проследить цепочку от ученика к ученику. У апостолов своих учеников, ученики апостолов своих учеников. Вот эта цепочка не прерывалась, до нас дошла. То есть мы можем это четко проследить по историческим событиям. То есть сначала это была Римская империя, там апостолы проповедовали, потом их ученики. Потом она перешла Византийской империи. А потом уже Российская империя, из Византийской империи эта цепочка перешла. И сейчас мы наследники апостольской церкви. И сколько ни пытались уничтожить веру православную, все равно она сохранилась. Даже взять тоже советское безбожное время, когда, казалось, все вырезали. И безбожное советское время, и безбожное римское время, и безбожное византийское время, и огромное количество войн и конфликтов военных против России, против Византии, против Римской империи. Ведь сатана постоянно воздвигал войны на православие. Эти войны были многоразличными. Это были или ереси какие-то, или какие-то нападения иноземных, так сказать, племен, или это были какие-то поветрия болезненные. То есть огромное количество попыток делал сатана, чтобы уничтожить православие. И к чему это привело? Ну, если брать начальную стадию развития церкви, то есть 12 апостолов, ну, казалось бы, вот Господа распяли, 12 апостолов там убили, все, церковь закончилась. А к чему привело убить? Ведь всех апостолов убили. Когда некоторые говорят, да, это вот Римская империя придумала для лучшего управления народом, да, чтобы одурманить людей. Да, как сейчас говорят, церкви, да, то же самое. Да, для одурманивания народов, чтобы проще народом управлять. А бабулечки-то они глупенькие, обретут там, конечно. Конечно, да, глупенькие бабулечки, только в монастырях сейчас почему-то все с высшим образованием, монахи и прочее, большинство. Так вот, вопрос, а почему, если Римской империи была выгодна христианской церковь, почему она 300 лет уничтожала православную церковь внутри своей империи всеми возможными методами? Ну, представьте, православных колесовали, сжигали, распинали, скармливали зверям, заливали раскалённое олово в рот человеком. Это исторические факты. Частички мощей этих людей мы имеем, ну, допустим, там, великомученица Екатерина. И сейчас её мощи лежат на Синае в монастыре, да, так называемый монастырь великомученицы Екатерины на горе Синай. С 4 века существует монастырь. Это вот как объяснить, смогут мне объяснить те люди, которые говорят, что Римская империя придумала эту христианскую церковь для лучшего управления народами? Если это так, почему же Римская империя уничтожала всеми методами и военными, и политическими, и религиозными, и какими-то просто садистскими методами, уничтожала христиан? Колизей – самое яркое представление, да, вот Колизей, знаете, да, в Риме есть такое аресталище, оно полуразрушенное, но там тысячи христиан были убиты, скормлены зверям, гладиаторами зарублены, просто для того, чтобы люди платили за билетик и наслаждались зрелищем, как кровь пускает. Ужас, прям подумать даже, как вот можно вообще даже смотреть и наслаждаться таким зрелищем. Да, да, но мы же знаем историческую фразу «хлеба и зрелищ», что просил Рим, хлеба и зрелищ, зрелищ каких? Кровавых. Поэтому в Колизее были кровавые зрелища, там все пропитано кровью христианской. А когда нейрон распял на крестах и сжигал, или там с живых людей кожу снимали. Но, понимаете, это все, ведь это все исторические факты, это никуда от них не денешься. Можно, конечно, как страус, да, такой страусинополитику голову в песок воткнуть и забыть об этом, но оно не исчезнет, оно есть, и никуда от этого не деться. Поэтому, ну, совершенно неосновательно и ничем не подтверждены вот эти все утверждения, что римская власть придумала эту христианскую веру, это полный, так сказать, полный бред, можно так сказать. Да, можно привести даже пример Юрия Гагарина, да, сегодня его память, день рождения его сегодня даже исполнился, да, 88, да, ему лет? 88 лет. 88 лет даже, да, и вот у вас как раз панихид была, да, и Юрия Гагарина, о нем тоже мало что известно, на самом деле, он очень такой глубоко вверх человек, сейчас до нас доходит такая информация, да? Удивительно, да. Мы все советское время считали, что все, ну, космонавты, это же те люди, которые на пике прогресса были, которые открывали нам пути в космос, которые были просто, ну, как говорят, сверхлюдьми, сверхумными, сверхсильными. Небесные человеки. Небесные люди, да, в коммунистическом смысле, да, слово, не в церковном. И, потому что небесные люди в церковном – это святые люди, а в коммунистическом – это космонавты. Так вот, Юрий Гагарин – первый покоритель космоса, первый космонавт. Он первым на съезде в ЛКСМ задался вопросом с трибуны съезда в ЛКСМ, да? Что он сказал? А не восстановить ли нам разрушенный храм Христа Спасителя? А почему его взорвали? Давайте его восстановим. Это в тот момент это был шок. Это же было время… Это подвиг. Да, это было же время гонений на церковь, когда церковь закрывали, когда священникам запрещено было там даже проповедовать на улице. То есть, если видели священника, разговаривающего с ребенком на улице, ему могли до трех лет дать тюрьмы за развращение малолетних. Вот только потому, что священник поговорил с ребеночком о Боге. Три года за развращение. Это официальная политика была. И в это время с трибуны съезда в ЛКСМ Гагарин говорит, не построить ли нам храм Христа Спасителя? Это просто шок. Все просто не знали, что делать. Как ему закрыть рост? Что он говорит-то такое? А он просто… Ну, тот доклад, который ему положили прочитать, он его читал-читал, потом отодвинул в сторону и стал говорить от себя. Он был человек такой большой души, добрый, и это видно, и по его улыбке, по его словам, по его делам. Очень был такой простой, искренний русский, православный человек. И вот он со всей простотой прогремел на всю страну, на весь мир. А давайте храмы восстанавливать. И это в момент гонения на церковь. Это ли не подвиг? Конечно же, подвиг. Поэтому поминать его, молиться за него, я думаю, всем верующим православным очень было бы хорошо. Да, не только вспоминать его, да, подвиг, полет в космос. Да, но и помолиться, упокой Господи, душу усопшего, рабатую его, Юрия или Георгия по церковному. И он даже вот есть человек такой, да, Валентин Петров, да, известный. И он рассказывал, как он с ним ездил даже в Лавру в советские годы. Вот еще одна из зарисовок, да, я с Валентином Васильевичем Петровым беседовал на эту тему, спрашивал его. О его впечатлениях, о его... Он на тот момент в отряде космонавтов был политработником, скажем так. То есть он с ними проводил работы и в культурном плане, и в каких-то там более научных, так сказать, участвовал в образовательных процессах. Но вот как-то они решили, обойдя все, так сказать, власть придержащих всех, которые следили, естественно, за отрядом космонавтов. А давай съездим в Троицергию Лавру. Валентин Васильевич предложил. Это было, конечно, ну на тот момент, это было невообразимо. Съездили, естественно, об этом узнали, доложили. Они думали, что никто не узнает Гагарина. Ну, конечно, за Гагарином никто его не узнает на улице, в Троицергию Лавру никто его не узнает. А там были на тот момент, естественно, секретные сотрудники, которые сообщали, кто пришел, кто ушел, кто чего. Сразу же сообщили, куда надо. И Валентин Васильевич Петрову влепили выговор по партийной линии. За то, что он Гагарина привез Троицергию Лавру. И обратил его в православие. И к православию его стал, так сказать, сподвигать. А, так ты разращаешь нашего первого космонавта? Понимаете, какие были времена? Которые всем стали говорить, что Юрий Гагарин сказал, что Бога нет. На самом деле выдернули из контекста. То есть спросили, ты Бога-то видел? Он говорит, ну нет, не видел. Все, Бога нет. Ну да, здесь несколько ответов на такие вопросы. Ну вот космонавты летали на небо, Бога не увидели. Ну, во-первых, Господь-то он не только небо создал, он и Вселенную создал. И он, почему он должен быть на орбите нашей планеты? Сидеть на звезде. Да, то есть у него ни одна планета и ни одна звезда в его подчинении. То есть он больше этого всего, во-первых. Во-вторых, когда были гонения, такие же вопросы задавали. Ну вот там никто же не видел Бога. И один из подсудимых очень хорошо ответил судьям. Вы знаете, он был хирург. По-моему, это Лукаево и Несенецкий ответил. Вы знаете, я часто делал операции с трепанацией черепа. Вскрывал, я мозги видел, да, ума не видел никогда. Вот была, так сказать, серая масса, да, вот нейроны, вот там кровеносные сосуды, вот еще чего-то. Но ума там не видно. Как? Понимаете, есть материальная часть этого мира, есть духовная часть этого мира, которая невидима материальными глазами. То есть мы не можем материально пощупать Бога вот так вот за руку взять. Материально – нет. Сердечно – да. Не зря Господь говорит, блажены чистые сердцем, ибо те Бога увидят. Не блаженны чистые глазами, а чистые сердцем блаженны, то есть счастливы. Блаженны – это счастливы. Вот счастливы те, кто имеет чистое сердце, потому что они увидят Бога. Покажите мне сейчас из тех, кто пытается, так сказать, возражать церкви и говорить вот эти все инсинуации, «Покажите мне чистых сердцем среди них». Ни один человек с чистым сердцем такого говорить не будет никогда. Потому что само сердце чистое не даст ему говорить ничего против Бога. Это как кто-то тоже из святых отцов читал, да, и вот он разговаривался с человеком, который говорит, ну, я вот Бога не вижу, я не верю. А он говорит, увидел кольцо на пальце, говорит, а ты любишь свою жену? Ну, конечно, люблю. А я, говорит, не вижу твою любовь. То есть вот тоже вот это… Я могу, как инженер бывшим, могу сказать так, ну, вот у нас у каждого, наверное, в кармане есть телефон, да. Вы видите электромагнитные волны? Нет. Но он работает? Работает. А вы электроны видите, которые бегут по проводам? Нет. Но электричество течет, течет. Ну, сейчас как нас люди видят? Мы тут сами сидим в студии. Да. Как вот нас видят? Вот что соединяет нас со зрителями? Электромагнитные волны. Вы их видели когда-нибудь? Нет? Не видели. Поэтому здесь, тем не менее, электромагнитные излучения – это все-таки материальные, да, колебания среды. Но их какими-то сложными приборами можно уловить, в том числе антенны, усилители и прочее. А Бог, он еще более тонок. То есть он нематериален совершенно. Как же можно материальным увидеть нематериальное? Это невозможно. Но это все равно, что путать соленое с пушистым, понимаете? Невозможно это понять и сравнить. То есть в этом плане надо быть все-таки более мудрым, разумным и разделять материальное от духовного. Да, и завершая нашу, наверное, историю, да, а Юрий Алексеевич Гагарин такой вот, по мне, вспомнился, да, в советское время же нельзя было проповеди, да, говорить о Боге. Вот и, по-моему, владыка Алматинский, Иосиф, наверное, да, вот ему нужно было сказать, что вот Юрий Гагарин слетал в космос и сказал, что Бога нет. И вот он говорил, 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 что да, Юрий Гагарин слетал в космос, Бог не видел, но Бог его видел и благословил. Ну, зато Господь его видел и благословил, да. Ну, так оно и есть, на самом деле. Мы удивительные создания Божие, творения Божие. Господь нас создал и дает нам и дыхание, и жизнь, и разум, и здоровье, и силы, и возможности, и какие-то связи, какие-то материальные, там, достаток или недостаток. Мы всем этим пользуясь, Бога, да нет, это все я сам. И только тогда, когда начинает это почему-то у нас исчезать, отниматься одно за другим, и тогда мы понимаем, что, оказывается, от нас-то это не зависит. Вот только что это у меня было, и вдруг отнялось. Ну, где же тогда твои силы, умы, там, и возможности? Почему же ты не смог это сохранить, если ты такой умный, сильный, здравый и прочее, прочее, что ты себе приписывал? И если эту логическую цепочку доводить до смертного адра, ну, где же тогда силы у человека сохранить свою жизнь? Если ты такой сильный, умный и, там, богатый, ну, сохрани свою жизнь. Вот кто-то, по-моему, Рокфеллер пересадил себе, по-моему, то ли семь сердец, то ли семь пересадок сердца, по-моему, у него было. Ну, и умер. Ну, да, до ста лет он дотянул и умер. И это один из самых богатых людей, который мог себе позволить что угодно купить. Всё равно смерть его забрала. И что? Чем мы гордимся? На что мы опираемся? На какие-то свои иллюзии, в которые искренне верим и защищаем их. И от чего жить здесь, когда есть большинство скорби, в основном, у людей? И какова цель жизни? Этот вопрос всё-таки актуален для каждого из нас. И его надо себе задать. А зачем я живу? Для того, чтобы есть, спать и размножаться? Ну, это животное или растение. Для того, чтобы... Ну, кто-то скажет, а вот мы, там, культурно развиваемся, там, какие-то, не знаю, там, музыка, какие-то, значит, картины, там, или, там, поэмы, что-то ещё создаём. Хорошо. Но а тебе-то что с этого, если ты умрёшь? Вот ты сделал картину, там, или какое-то, там, произведение, да, как Пушкин сказал, я памятник себе создал нерукотворный. И сам проговорился в своём же, в этом слове, памятник. Памятник стоит на могиле. Что тебе с этого памятника-то? А он уже тебе, как говорится, ни к селу, ни к городу ничем не поможет. Это уже памятник на твоей могилке. А вот хотелось бы всё-таки для себя живого чего-то из этого мира воспринять, полезное. И чтобы это было со мной всегда, чтобы и смерть у меня это не смогла отнять, чтобы это пребывало со мной в вечности. Это как раз то, что даёт Господь. Вечную жизнь, вечное наслаждение и вечное развитие. Потому что от силы в силу восходят и ангелы, и святые. После кончины мы все призваны к общению с Богом и через это общение к восхождению от ступени к ступени. От силы к силе. Мы с вами так плавненько подошли к празднику, который как раз будет наш, подводя итог, даже такой праздник называется Торжество Православия, которое не уничтожило вообще наше православие. Будет воскресенье отмечаться. Первая неделя поста, да. В конце этой недели, в воскресенье, мы празднуем Торжество Православия, которое было основано после Седьмого Вселенского Собора, когда была побеждена очередная ересь, ересь богоборчества. Кстати, остатки, которые до сих пор бродят по миру, и до сих пор то там, то там кто-то говорит, а вот иконы, вот нельзя их почитать, это там идолы. Это уже было обсуждено 787 год, по-моему, это Седьмой Вселенский Собор. Уже была собрана вся Вселенская Церковь, все, кто хотел, мог приехать на этот собор, обсудили, разложили по полочкам и сказали, можно и нужно поклоняться иконам. Образу Божию, образу Богоматери, образу святых. Почему? Да потому что сам Господь оставил свой образ на плащанице. Потому что сама Пресвятая Богородица оставила свой образ, разрешив апостолу Луке сделать с нее первую икону Пресвятой Богородицы. Апостол Лука несколько икон написал, и Владимирская, например, это одна из его икон. Ну, сейчас это списки, конечно же, потому что та древнейшая, там, ну, 2000 лет она не могла сохраниться, дерево, оно все-таки не имеет такого срока жизни. Поэтому мы эти образы имеем от Господа и от Пресвятой Богородицы. Вот именно в борьбе за святые иконы, и победив эту ересь, когда Лев Исаврянин, император Римской империи, сказал, что все, кто поклоняется иконам, всех уничтожить. Иконы все уничтожить. Все, что связано с образами, уничтожить в церкви. То есть это роспись церковная уничтожалась, иконопись уничтожалась, и люди, которые за это родили, уничтожались. К чему это привело? К тому, что все это осталось, а Лев Исаврянин сам был уничтожен Господом. То есть его свергли и убили. Ну, на его место встал какой-то новый, там, я сейчас не вспомню кто, император Римской империи. Вот такие вот перипетии исторические. И человек, который хочет все-таки разбираться во всех коллизиях этой жизни, он хотя бы должен посмотреть на аналогии из истории. А что же было вот с этим? А был ли вопрос разобран вот этот, который меня сейчас мучает? Были все эти вопросы разобраны. Все, что сейчас мы друг у друга спрашиваем, задаем, это уже тысячи раз спрашивал, задавалось и было отвечено. Много-много тысяч раз на эти вопросы. Просто мы не совсем образованные, и поэтому надо повышать свое образование в духовной области. То есть торжество православия вспоминает победу над ересью иконоборчества. Ну, здесь же можно присовокупить к этому. Вы представляете, если 300 лет Римская империя пыталась уничтожить православие всеми силами. Такой небольшой эпизод. Был издан указ императором, что если кто-то знает христианина и доложит об этом христианине куда надо, тогда были такие же органы, куда можно было доложить, то есть написать кляузу, то этот человек, если подтверждается, что тот, конечно, христианин, этот человек приобретает все имущество этого христианина, оно ему передается. То есть христианина на крест или там сжигали, или там колесовали, в общем, его мучили и убивали, а все имущество этого христианина переходило этому кляузнику. Вы представляете, сколько кляуз писалось? И это не 10 лет, не 20, 300 лет таким образом тренировались на церкви христианской. Та самая Римская империя, которая придумала христианство якобы для того, чтобы легче управлять народом. Она вот так вот уничтожала христиан. К чему это привело? Только к тому, что в 325 году от Рождества Христова Константин Великий, император Римской империи, утвердил православие как государственную религию Римской империи. То есть православие победило все эти гонения, все эти кляузы, всех этих людей, которые уничтожали церковь. 300 лет. Как это объяснить? С материальной точки невозможно. Представляете, если войска, если тайная полиция, если указы императора, если все идет на уничтожение, а в итоге получается, что побеждает православие. Без оружия, без каких-либо возможных... Подставляя другую щеку. Да. Без каких-либо возможных и невозможных там интриг или террора, или захвата заложников. Ничего этого не было. Как победило? Как Римская империя стала православной? Задайте себе этот вопрос. И вы поймете, почему мы празднуем в это воскресенье торжество православия. Да, будет очень хороший молебен такой, да, после литургии, так что всех можно пригласить. Всех приглашаем и будем рады вместе с вами помолиться и еще раз вот к этому торжеству православия присоединиться вместе с вами. Мы так с вами плавненько отошли от нашего отрывка евангельского. Осталось не очень-то нас много времени, там, 9 минут. Вот я предлагаю вместо моих вопросов сначала вот вам, да, прокомментировать, что вот вам на сердце ляжет, да, про призвание апостолов. Ну, вы знаете, каждый апостол был со своим характером, со своими эмоциями, со своими чувствами. Нафанайл, вот Господь его не зря назвал истинным израильтянином. Почему? Потому что он все подверг сначала сомнению. Пришел Филипп. То есть ученый он был, да, наверное? Он был начитанный человек, он был воспитан в ветхозаветном, так сказать, духе. Он знал пророчества о Христе, который должен прийти. И он, опираясь на эти все пророчества, знал, что Христос должен быть из Вифлеема. Поэтому, когда к нему пришел Филипп и сказал, а вот из Назарета Христос пришел. Нафанайл говорит, подожди, а как это можно? Разве можно что-то из Назарета доброе быть? Из Вифлеема должен Христос? Это Назарет, он в плохой репутации был, да? Дело в том, что о Назарете вообще не сказано в пророках. Пророки четко сказали, Христос из Вифлеема. И нафанайл сказал Филиппу, ну ты что-то путаешь, что-то как-то, ну с пророками это не стыкуется. Что Филипп ему ответил? Приди, посмотри. И нафанайл, это тоже его характеризм с хорошей стороны, то есть он действительно как ищущий человек, ну а что не посмотреть? Пойдем посмотрим. Если бы гордец какой-то был, там фарисей или законник, да что там смотреть, все ясно. И таких было много, которые так и говорили, да, кто там из Назарета, да? Иисус из Назарета. Даже на кресте что написали? Иисус Назарей, царь иудейский, да? В насмешку как бы. А на самом-то деле, где родился Христос? В Вифлееме. Мы все это знаем, всю эту историю. А на Завете он воспитывался, да? А на Завете они жили просто какое-то время святым семейством Иосифа Бручник, Богородица и Спасителя. Они жили. А родился-то он в Вифлееме. И потом он переехал вообще в Египет. Хотя пророки так и пишут, из Египта я воззову сына моего. Это пророки пишут от имени Божьего. Это когда они бежали, да? Это когда они бежали от Ирода, да, Великого, который убил 14 тысяч младенцев. Только для того, чтобы убить среди них и Христа, о котором он узнал от волхвов, да? То есть эту историю вы помните. Вот он, значит, жил в Египте. Но если бы Филипп сказал, вот из Египта пришел Христос, да? Нафанайл бы точно так же усомнился. Нет, из Египта не может ничего быть доброго. Из Назарета пришел? Нет, ничего не может быть доброго. Поэтому он пошел разбираться. То есть он настолько был человек, интересующийся и ищущий, что любое предложение ему разобраться и найти Мессию, он воспринимал как одну из вероятностей, так сказать, возможностей действительно обрести Христа. И он воспользовался этим и был не посрамлен. Он правильно сделал, он пришел и разобрался действительно из Вифлеема. То есть Филипп чуть-чуть ошибся. Филипп сказал маленькую информацию, не полную информацию о Христе. Он, может быть, на тот момент еще и не знал, где родился Христос. А родился он действительно в Вифлееме, и здесь пророчества все подтверждены были. Что же дело под смоковницей Нафанайл? Да, и вот помните, да, мы читали Евангелие, какие были удивительные, какая реакция была удивительная у Нафанайла, когда он пришел, а Господь ему говорит, а я тебя видел до того, как к тебе Филипп пришел, когда ты сидел под смоковницей. Ну, казалось, ну, а что тут вот, что тут может шокировать? Но Нафанайл был шокирован этими словами Христа. Почему? Потому что под смоковницей он, находясь, молился и разговаривал с Богом, и задал вопрос, ну, где же Христос, когда он придет, и как его найти? Мне. И Христос говорит, а я видел твои поиски, а я знаю, чего ты искал и о чем ты молился под смоковницей. Вот этими словами Христос ему намекнул на то внутреннее его состояние поиска Мессии, о котором Господь действительно знал. И когда Нафанайл, будучи умным человеком, это видно из его реакции, он понял, на что намекает ему Христос, он воскликнул, ты сын Божий, ты царь Израилев. Если ты видел меня, и не только внешнего, но и внутреннего меня, и что в моей душе происходило под смоковницей, ты видел внешнего человека, сидящего под смоковницей, видел. Но кроме этого ты видел еще и сердце мое, которое молилось, искало и просило, как бы мне найти Мессию. Он когда понял это, он сказал, все, да, действительно, ты и есть Христос. Вот такой удивительный разговор произошел между Христом и Нафанайлом. Из этого мы видим, насколько тонкая душа была у Нафанайла, насколько он был умный, начитанный и, что самое главное, ищущий правды. И поэтому Господь искал, это истинный израильтянин. Он правды ищет, в нем нет льсти, Господь сказал. В том человеке, у которого нет льсти, он ищет правду, чтобы жить по правде, чтобы опираться на правду. И для этого он изучал Писание, для этого он изучал пророков, что и продемонстрировал, что на заре-то не может ничего произойти доброго. Это говорит о чем? О том, что он действительно эту тему, как говорят сейчас, глубоко проработал для того, чтобы найти Мессию. И это, так сказать, его внутреннее делание привело его ко Христу. И здесь подтверждаются слова Господа из Евангелия. Ищите и обрящите, толците и отворят вам, просите и дастся вам. То есть это все то, что произошло. Думал ли Нафанайл, сидя под смокомницей, что вот этот момент вообще перевернет всю его жизнь. И может ли как-то человек запланировать свою встречу с Богом? Конечно, может. Потому что если вы живете по правде, стараетесь жить по правде, не льстить себе и окружающим, а действительно разобраться в своей жизни и найти истину, чтобы на нее, оперевшись в дальнейшем всю свою жизнь, перестроить под эту истину, к вам Господь придет так же, как к Нафанайлу. Потому что Он видит ваше сердце, Он видит вас, где вы сейчас сидите или лежите, или стоите. Он видит в каждого из нас, не только внешне, но и внутренне. И как только Он увидит, что мы ищем Его, Он протягивает руку и призывает, и приводит к себе. Но для того, чтобы Он привел нас к себе, мы должны искать. Но все равно это, наверное, происходит не тогда, когда человек... Вот сейчас я приду, и прямо сейчас в течение пяти минут ко мне Господь придет. То есть все равно же, когда человек именно видит, когда человек созрел для этого момента. Ну, конечно. Но смотрите, Нафанайл ведь проработал все пророки. Весь Пятикнижий Моисея перечитал. Это не один день и не один месяц. Он был в зрелом возрасте уже мужчина. То есть он всю свою жизнь до встречи со Христом, он к этому посвятил. Конечно же, нужно постоянство, стабильность. Это не значит, что сегодня я буду искать, завтра я буду там что-то другое искать. То есть Господь смотрит на внутреннее наше, ну, как лампадочка. Нам потухло, зажглась потухла, такая лампадочка не нужна. Должно быть ровное горение в поисках Христа. Ни холоден, ни горячь, да? Да, вот это вот ни рыб, ни мясо, ни холоден, ни горячь никому не нужно. Ни людям, ни Богу. А вот или холоден, или горячь, таких Господь ищет. У нас осталась одна минуточка, пожалуйста, вам заключительное слово к передаче. Ну что, желаю вам всем попаститься и дальше двигаться по Святой Четыридесятнице с пользой для души. Помощи Божьей вам в этом и поисков Христа и духовных наград от Него. Да, благодарю за это имение, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Продолжение следует...